Привет-привет, с вами Алена, и сегодня я бы хотела вам показать вот этот пальчик, большой палец ноги, и, казалось бы, все нормально, но на самом деле здесь ноготь сломано ровно посередине, я сейчас покажу вам это с помощью апельсиновой палочки, и давайте разберемся, почему же может сломаться ноготь на ноге. Все, на самом деле, очень просто. Если большим пальцем я нажимаю на краешек ногтя, то есть там где свободный край, мы видим, что трещинка раскрывается, и это значит, что палец в обуви, точнее на пальчик в обуви, оказывалось механическое воздействие, то есть обувь давила на самый краешек ногтя, а эти ноготочки имеют трамплинообразную форму, то есть тенденцию расти немного вверх, и, соответственно, когда они находятся в туфлях или в ботинках, на свободный край оказывается давление, пожалуйста, вам трещина, но здесь есть еще одно но. Как видите, по длине свободного края ногти отросли очень прилично, хотя возле кутикулы казалось бы, что педикюр относительно свежий, недели две, но на самом деле ему было больше месяца. Это значит, что слишком длинный свободный край стал упираться в обуви, в саму обувь, и появилась вот эта трещина. Казалось бы, да, почему это вдруг появилась трещина, ведь ногти покрыты гель-лаком. Но дело в том, что на ногах не рекомендуется делать толстый слой базы цвета или топа, поэтому мы делаем супер тонкое покрытие, чтобы это никак не влияло на скручивание ногтя, чтобы не вызвать там каких-то других неприятностей, типа вырастания и так далее, потому что клиенты, к сожалению, покрытие перенашивают. И здесь есть другая сторона монеты, конкретно здесь у моей клиентки очень тонкая ногтевая пластина, она у нее эластичная, подвижная, влажная, и кожа тоже, кстати говоря, у нее достаточно влажная и резиновая, поэтому я снова сыплю присыпку, и именно поэтому, вот, кстати, сейчас я, по-моему, кереткой пройдусь, вот смотрите, сколько здесь всего забито, есть немножко такой трапециевидный ноготь, вот, сейчас достаем всякие какашки там везде, вот, короче, смысл в чем, покрытие тонкое, ноготь эластичное, соответственно, укрепление мы здесь сделать не можем, дабы не навредить, но вот получается так, что происходят трещины. С ногами все, на самом деле, очень просто. Вы всегда пишите, это почему, а то почему все элементарно, вообще максимально, то есть, как правило, проблемы с ногами идут у нас из-за неправильной обуви, из-за плоскостопия и так далее. Видите, сколько я срезала ногтя с помощью кусачек, сколько еще осталось, и посмотрите, какой подвижный уголочек, когда я там проходила кюреткой. Кстати говоря, кюретка это вообще незаменимый инструмент в работе с педикюром, вот обратите внимание, здесь вообще непонятно, что наросло, заросло, короче, это сейчас будем все оттуда выковыривать. Кюретка очень нужна для того, чтобы как раз таки поковыряться под ногтями, прочистить синусы, всякие боковые пазухи и все, что там только можно найти. И снова я посыпаю присыпку, потому что понимаю, что, отодвинув кутикулу, все наковыряв, вроде как бы нужно еще. Вот здесь, кстати говоря, сбоку есть небольшая мозоль куколоногтевая. Это происходит потому, что пальчики, сжавшись в кучку в обуви, начинают тереться друг от друга, и конкретно вот здесь, пока у Алек трется ноготь, и, соответственно, появляется вот такой вот неприятный нарост. Ну, слава богу, он у нее совершенно не болит, просто имеет неэстетический вид, поэтому мы его вычищаем. Фреза у с красно-синей насечкой. Работаю я осторожно, на низких оборотах где-то 5-7 тысяч оборотов у меня. Прочищаем и не забываем, что на педикюре нужно работать без фанатизма, сильно далеко под кутикулу лезть совершенно не стоит, потому что после педикюра мы обязательно оденем обратно наши чулочно-носочные изделия. Мы оденем те же самые ботинки, к которых мы пришли, а они, естественно, уже такие несвеженькие. А вот сейчас внимание, я специально показываю это медленно, как должна выглядеть параллелька на ногте. Это тот маленький кусочек, который мы срезали, потому что ноготь имеет трапециевидную форму, и нам нужно было чуть-чуть его заузить, но заузить таким образом, чтобы никаких там зазубринок у нас не оставалось, и таким образом форма ногтя выглядит гораздо эстетичнее. А тем временем пряморежущими кусачками также я убираю нашу трещинку. Как выяснилось, она не очень глубокая, и я считаю, что протезировать ее не стоит, тем более, что мы делали педикюр без покрытия. На осенне-зимний сезон закрытой обуви я советую снять гель-лак, и если хочется цвета, то можно пользоваться декоративным лаком. Он на ногах, кстати, не так уж, что прям вот сильно отваливается, да, то есть это на руках там помыл посуду, все отвалилось на ногах, все это гораздо проще. И, конечно же, кусачки, на мой взгляд, просто незаменимы в педикюре. Хотя также можно выполнить его твизерами, но мне нравятся кусачки за их острые носики и возможность подлезть везде-везде-везде. Дальше уже дорабатываем и фрезами, и кусачками, и всем, чем необходимо. Это в каждом случае очень-очень индивидуально. Дочищаем, не забываем стряхивать пыль, по необходимости проходимся антисептиком или даже еще раз посыпаем присыпкой. Но вроде у нас тут все нормально, я уже поменяла фрезу на красненькую, дочищаю, как бы выворачивая это все наизнанку, то есть вытаскивая из боковых пазух все, что туда у нас накопилось. Не забываем стряхивать пыль, это очень важно во время работы убирать пыль, потому что если она там у вас остается, вы не будете в состоянии адекватно оценить чистоту, глубину маникюра или педикюра. Вот видите, как кусачки чудесно залезает, то есть там кожа все равно влажноватая, и фрезой у меня это, к сожалению, достать не получилось. Я, правда, в процессе работы подумала, что мне нужна бы какая-нибудь фреза потолще, покрупнее, но так как мы уже сели и камера была выставлена, решили доработать тем, что взяли изначально. Вот сейчас достаю из-под ногтя фрезой все, что там у нас завалялось. И надо сказать, что это такое классное ощущение, когда ты снимаешь покрытие и ходишь без него. Прям так и тянется сказать, что ногти дышат, но они, если что, не дышат совсем, это точно. Ну, просто чувствуется легкость именно после того, как пострижешь ногти, обработаешь, и вот наконец-то у нас наступила чистота. Вот такой вот пальчик протезировать не будем, оставим, он отрастет без проблем, просто будем делать гигиенический педикюр. Девочки и мальчики, всем большое спасибо за просмотр, пока-пока. С вами была Алена, жду ваших комментариев и обратной связи.